И снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сёстры. В данном видео мы вынуждены продолжить с вами говорить на тему межнациональных отношений в Российской Федерации. Почему я решил продолжить говорить на данную тему? Ну, прежде всего, ваш слуга, видимо, в неочередной раз оказался прав, когда говорил о запланированности всего того, что мы сейчас с вами наблюдаем в Москве. И все эти планы были запущены после неудачной попытки по территории России провести русские марши, на которых, видимо, планировались более жёсткие акции против, против, как принято говорить, среди русских националистов, понаехавших. И в связи с тем, что данная акция оказалась неудачной, неудачной была попытка проведения данной акции, лица, стоявшие за проведением русского марша, переформатировали её, пытаясь сейчас взорвать население России изнутри, в частности, москвичей. Думаю, что сейчас не только в Москве, но и по регионам прокатятся непонятные события, крайне непонятные, которые будут сводиться к якобы имеющим место межнациональным вопросам-проблемам. Меня это уже не удивит. Будут раздуваться до безразмерных размеров стычки между русскими и нерусскими. В частности, будут, скорее всего, звучать ложные тезисы в отношении того, что даже граждан России и нерусской национальности надо попросить территории России. Как мы сейчас с вами наблюдаем в отношении тех событий, которые имели место, когда четверо обратите внимание, я сейчас не оговорюсь, граждан России напали на отца с ребенком. Почему я говорю четверо граждан дон России? Ведь, в общем-то, некоторые СМИ говорят, что один из нападавших приехал в Россию, видимо, приехал, уже получив гражданство. Ну, потому что об этом говорит никто иной, как главный рупор Кремля Песков. Давайте прочтемте, что говорит главный рупор. Это не оскорбление, это его должность. Там, на самом деле, речь идет о правонарушениях со стороны граждан России. Обратите внимание, граждан России. И именно это является важным. И следовательные органы предъявляют обвинения. Ведутся следственные действия. Если, то есть, это еще под вопросом, эти обвинения будут доказаны в суде, то, соответственно, эти граждане России будут привлечены к ответственности. Никакой национальной подоплеки здесь нет и быть не может. Все граждане России. То есть, те, кто утверждали, что один из них, из нападавших, не являлся гражданином России, лгали. Или пускай подают на Пескова за то, что он как-то переврал какие-то факты. Смогут ли они? Сомневаюсь. Интересный момент. Россияне, граждане России, получившие гражданство в 2012 году, а проживавшие, видимо, на территории России и до этого, напали на россиянина. При этом приехавшие выходят где-то в 3-4 года, вот эти нападавшие. То есть, вопросы в большей степени уже стоят не к Азербайджану и не к азербайджанцам, а к министру образования и к школе, в которой учились эти ребята, если говорить напрямую. Причем здесь Азербайджан. Не так ли? Они не учились в азербайджанских школах, они учились в России. Может быть, вопрос задать педагогам, но определенным силам понятно, что необходимо раздувать именно межнациональный конфликт между азербайджанцами и русскими. И понятно, кто за этим в частности стоит, это не только представители армянства, но и русские националисты, кому в общем-то это на руку и возможно они сейчас найдут поддержку в рядах армянства. Общие интересы. Хотя бы на короткое время. Если я в чем-то ошибаюсь, вы можете меня, конечно же, поправить. Плюс к тому же есть еще один интересный момент. Ведь когда началось расследование, вы можете посмотреть мои предыдущие видео на данную тему, в частности вот этот видеоролик «Межнациональный вопрос», там рассказывается об этом, о моментах расследования. Ничего не говорилось о том, что оказывается сама жертва имеет прямое отношение к преступному миру. Обе жертвы. Почему я обращаю ваше внимание на этот аспект? Потому что среди свидетелей, вы можете опять-таки посмотреть тот предыдущий видеоролик, были сделаны крайне интересные высказывания о том, что провокация шла не со стороны молодых ребят, а со стороны так называемых жертв. Я уже говорил, что были сделаны непонятные скажем так, видимо в оскорбительной форме обращения к молодежи. И конечно же молодежь имея более такой жесткий характер крайне отрицательно отнеслась к данным высказываниям в момент перепалки, словесной перепалки, то есть не сразу началась драка, это не просто было нападение, этому предшествовал ну назовем так некая в кавычках дискуссия на повышенных тонах. Началась драка. Но опять говорю, то, с чем я вас сейчас ознакомлю, свидетельствует о том, что провокация могла исходить именно от жертв, в связи с тем, что жертвы имели прямое отношение к криминалу, при этом не просто к криминалу, а они за ним, ну, они были банальными кидалами. Давайте посмотрим. Вроде бы, какой несчастный. Суть в другом, то, что я забегаю в магазин, пока они от меня отбежали, побежали в сторону Александра, увидел мужчин взрослых травить. Я говорю, мужики, можете помочь срочно? На нас напала толпа. Его било человек, может быть, пять-шесть прыгали постоянно в него. Он каждому говорил, давайте... Посмотрите, как увеличивают число. То есть, некоторые побежали за ним и еще пятеро били его друга. Интересно, это вот как распространяется ложь? Это один на один, но они постоянно прыгали со всех сторон в голову, наносили ему телесные повреждения. После чего с этими мужиками там уже много было очевидцев, кто бы помог. Я большинство боялся за ножи, потому что до этого в первой перепалке он меня чуть не... раздривом промахнулся. Я его просто с шеей снял и встал перед ним и все, и начали со мной не разговаривать, ничего, просто без разговоров начали убить меня. Каждому клиенту у аферистов был индивидуальный подход. Зайдя в квартиру, они оценивали благосостояние хозяина. А теперь смотрите внимательно, слушайте внимательно. Это разговор о так называемых жертвах, о чем почему-то армянские блогеры, которые тут же схватились за мысль о том, что там участвовали азербайджанцы, забыли упомянуть. А кто же такие жертвы? И только после этого называли сумму. Но не меньше 30 тысяч рублей. Так уже мастерам велел их начальник. И сам руководитель, и 8 его подчиненных оказались в наручниках. Вы людей обманывали? Да. Водили в заблуждение? Да. Каким образом? С помощью текста который нам выдавал директор. Услуги навязывали? Да. Для чего это делали? То есть человек уже обвинялся в обмане, во лжи. Ради получения денежных средств фирмы. Ложеный ваш руководитель. Руководитель чего? Фирмы. Какой? Чем фирма занимается? Фирма чем занимается? Установка. Установка чего? Оборудование. Какого оборудования? Фильтров. Фильтров. Кому устанавливаете? Да все гражданам. Потерпевших как минимум 50 человек. На их доверчивости аферисты заработали тысячи рублей в машине. 50 человек. И объявляли дополнительную сумму. За их бесплатное обслуживание и гарантию. давайте остановимся. Спасибо мне очередной раз хочется сказать Руслану Курбанову. То есть если вы посмотрите предыдущее мое видео под названием «Междунациональный вопрос тире Россия» и прибавите к этому то, что вы сейчас услышали, то у вас наверное у многих откроются глаза в отношении того, что жертва вполне возможно и не является таковой. А является наоборот неким провоцирующим фактором. Тире сама спровоцировала то, что произошло. Для чего это делается? Ну, для того, чтобы видимо с ребят вытянуть потом деньги. они уже были замечены до этого ну, скажем так, в серых схемах. Поэтому это тоже прекрасная серая схема обвинить молодых парней, посадить их, а затем сказать, что мы можем отозвать данную бумагу за определенный денежный взнос. Почему нет? Ведь такие серые схемы тоже действуют. И далеко не один год. И по всему миру. Когда людей умышленно обвиняют, чтобы вытянуть деньги. Здесь схема, я боюсь, что очень похожая. Но тем более он даже не смог определить, сколько человек нападало, хотя там непосредственно находился. Тот, который сказал, что нападали семь человек. Смешно. Но не будем останавливаться на этом, дорогие мои, а пойдемте дальше. Говоря о том, как армянство сейчас использует данные события, я приведу еще один пример, кроме антитопора. Это некто Праут Хигил Ландер. Он также решил зацепиться за данную тему, но опять-таки он ничего не сказал о том, что оказывается все четверо условно виновных напали на несчастную якобы жертву. и он умолчал о том, что сама так называемая жертва имела прямое отношение к преступному так или иначе сообществу. А почему? Неужели прежде чем составлять какое-либо видео, он решил наткнуться на первый же ролик и запустить его, не покопавшись в интернете? А ведь прежде чем обвинять, необходимо найти хотя бы 3-4 доказательства тому, что этот человек действительно виновен? Но нет, зачем? Зачем проводить анализ, тратить время, легче обвинить? Тем более речь же идет об азербайджанцах. Но не будем останавливаться и на этом, дорогие мои зрители аспекте. помните, когда я в предыдущем своем видео, которое вы можете посмотреть, заявлял, отвечая на заявление антитопора касательно это армянский блогер, для тех, кто не знает, в отношении того, что российские правоохранительные органы, по мнению антитопора, скрывают всегда принадлежность преступников из Азербайджана, именно скрывают и всегда называют именно национальную принадлежность армян и других народов, а вот к азербайджанцам почему-то относятся лояльно. Интересно, я не буду сейчас говорить о лезгинах, о казахах, о чеченцах и других народов, мы поговорим с вами об армянах. Да, об армянах. И я наглядно вам сейчас покажу два интересных момента, которые докажут мою правоту в отношении того, что как раз-таки очень часто правоохранительные органы России помогают скрыться именно армянским преступникам. Для начала я напомню один случай. Это убийство, опять-таки внеочередной раз напомню, убийство российского солдата, миротворца, который служил в Сирии. Служил в таких войсках, как ГРУ. ГРУ. Вы все прекрасно знаете, я не буду сейчас об этом говорить, но так вот, ведь именно правоохранительные органы так или иначе дали скрыться на территорию Армении убийцы данного российского военного. Не так ли? Но этого мало. Это так, к слову, для того, чтобы уже обрисовать общее очертание. Есть еще один момент. Ведь многие армяне в России меняют окончание Оф на Ян. в связи с тем, что Ян уж очень, я бы сказал, ярко бросает и определяет их национальную принадлежность. Хотя там тоже есть вопросы, потому что вот это добавление Ян в фамилиях есть у молдаван, есть у курдов-язидов, есть во всяком случае встречалась Уудин и так далее. Есть некоторые народы, которые имеют такую же добавку Ян в своих фамилиях. Но, тем не менее, все-таки добавка Ян более значимо скажем так, обрамляет принадлежность человека к одному определенному этносу, к армянам. Поэтому многие меняют Ян на Оф. И если армянина, который изменил окончание своей фамилии, совершает преступление, если не указать его национальную принадлежность, то очень тяжело понять, кто совершил преступление. Армянин или русский, а может быть, еврей, а может быть, еще какой-либо представитель другого народа. Очень тяжело бывает определить. Вот приведу вам сейчас два примера. Именно из представителей армянства. Два педофила, которые совершили свои преступления за последний год. Первое. Это следователь рассказал шокирующие подробности дела антизиолога педофила. Давайте послушаем. На неделе из Петербурга по этапу в регион суровым климатом отправили медика. Десять лет в колонии строгого режима проведет врач-реаниматолог анестезиолог Армен Аганисян. Вместо того, чтобы избавлять от боли, он ее причинял. Причем на всю жизнь. Анестезиолог отправится в места не столь отдаленной по очень нехорошей статье педофилия в деле пять пострадавших. Аганисян совершал насильственные действия над несовершеннолетними пациентками, когда те находились под наркозом. Дело расследовал Петербургский следственный комитет. Доказательства не оставили подсудимому шансов на снисхождение. Десять лет за такие преступления, за загубленные жизни. И плюс, вот это Ян. Здесь не надо говорить о его национальной принадлежности. И так все понятно. Но давайте продолжим прослушивать, просматривать данное видео. Мы записали интервью со следователем, которая лично занималась этим делом. Прямо сейчас смотрите. Слушайте. девочки не поняли, что с ними произошло, потому что анестезиолог-реаниматолог как следует подготовился к данному мероприятию. При консультации, которая проходила перед операциями, он рассказывал им о том, что в момент и после выхода из наркоза у них могут возникнуть галлюцинации, в том числе сексуального характера. Им может казаться, что их насилуют, трогают, потому что манипуляции проводятся в ходе операции с половыми органами, и чтобы они не пугались. На самом деле чего не происходит, это галлюцинации. Также анестезиолог-реаниматолог, чтобы скрыть противоправность своих действий, подходя к одной из потерпевших, клал салфетку на глаза. Было написано заявление в Следственный комитет. Далее в ходе расследования уголовного дела данная информация была опубликована в СМИ с указанием конкретного медицинского центра, после чего другие пациентки, которые были у анестезиолога-реаниматолога при операциях аналогичного характера, увидев данные сообщения, обратились в Следственный комитет. Данные две заявительницы не обратились сразу в правоохранительные органы, поскольку они попаялись, что им не поверят, в связи с тем, что ситуация действительно очень странная. И анестезиолог-реаниматолог это врач, которому хочется довериться. Коллеги давали разноречивую информацию, по большей части характеризовали его положительно, поскольку они по-другому его и не могли охарактеризовать, ведь они не были очевидцами произошедших событий, Аганесян совершал их тайно. Однако были несколько показаний коллег, которые говорили о том, что Аганесян себя ведет развяз. Все показания потерпевших подтверждаются собранными доказательствами по уголовному делу. В ходе осмотра места происшествия был изъят его халат медицинский и брюки. Посмотрите на этого старика. Мразь. Простите, но мразь. А также на его труса, которые были изъят уже в ходе содержания. Так, ну что ж, дорогие друзья, это тот случай, когда не стоило даже указывать было его национальную принадлежность. Она была написана в его имени и фамилии. А теперь другой педофил из священников. Да, из священников я не оговорился. Российского священника посадили на 18 лет за растление 53 мальчиков. Что же это такое? Суд приговорил к 18 годам священника из ЕАО к 12 годам зарастление 53 мальчиков. Это еврейская автономная область. Теперь давайте прочтем его имя и фамилию. Юрий Абрамов. Юрий Абрамов 39 лет и романах. Юрий Абрамов как вы считаете Юрий Абрамов мог ли являться на самом деле Юрием Абрамяном? Вполне да. Это тот самый намек тем кто говорит что российские правоохранительные органы не скрывают армян. Ведь обратите внимание здесь не указана национальная принадлежность Юрия Абрамова. хотя он может быть и Юрием Абрамяном. Попробуйте это оспорить. Не получится. Вот вам два преступника, два педофила при этом, совершивших в общем-то одно и то же преступление. в одном случае указания на национальную принадлежность не приходится указывать, так как она видна, в другом случае национальная принадлежность скажем так закрыта, так как преступник может быть как русским, так и армянином в частности. пускай теперь кто-нибудь это оспорит. Юрий Абрамян разве не типично армянское имя и фамилия? Это так, к размышлению. Ну и последняя статья очень интересная. Это о событиях уже в Домодедово, где почему-то по сей момент не указывается национальная принадлежность. хотя скорее всего она уже известна, так как подростков молодежь уже опросили. Вот что заявил телеграм-каналу Маш один из участников. Конфликт не был межнационально на межнациональной почве. Чтобы ты понимал, с нами за нас еще были русские. Два-три мальчика было, которые дрались там. Интересное заявление, не так ли? Явно человек на 100% владеет русским языком. То есть имеет отношение все-таки как русские националисты любят говорить к понаприехавшим. но вот почему-то в данном случае о национальной принадлежности ничего не пишется. Странно. Очень странно. Если в отношении случая, о котором в основном мы с вами говорим, четко было вначале указано, что это совершили поначалу жители Кавказа, затем стали говорить, что это жители Средней Азии, затем оказывается это были азербайджанцы, но с гражданством России, то есть указывалась национальная принадлежность, то в данном случае в отношении событий в Домодедово почему-то умалчивается. Интересно знать почему. Кстати, об этих событиях заговорили уже и оппозиционные СМИ, оппозиционные каналы, в частности телеканал Дождь. Я не буду запускать уже данное видео, чтобы не превращать свое видео в бесконечное. Но я еще раз задаю вопрос своим зрителям. разве трудно скрыть принадлежность убийцы к армянскому народу? Ведь достаточно изменить Ян на Ов. Не так ли? Имеется ввиду скрыть именно в момент написания статьи в какой-либо из газет. Указывая имя и фамилию, очень трудно будет определить, какой нации человек принадлежит, если в окончании его фамилии будет стоять именно Ов. Попробуйте опровергнуть этот момент. Попробуйте опровергнуть момент, что убийца российского военного, участника миротворческой миссии в Сирии по каким-то непонятным в кавычках аспектам удалось долгое время скрываться в Армении, сбежав из России. Почему об этом армянские наши оппоненты не говорят? А может быть стоит? Выходит правоохранительные органы как раз таки вас, армян, защищают от неминуемого наказания? Не так ли? Факты говорят об этом. Как-то так, дорогие друзья. Пожалуй, на этом я закончу данное видео. Сегодня еще будут видеоролики на моем канале. Не забудьте ставить лайки либо дизлайки, оставлять как минимум несколько комментариев, потому что чем больше комментариев, тем больше народа сможет увидеть данное видео, так как когда под видео бывает обширное количество комментариев, в поисковой системе YouTube очень часто будет обозначен на данное видео. Также не забудьте поделиться ссылками в соцсетях на данное в частности видео, пригласить друзей и знакомых. Не забудьте проверять подписку те, кто подписаны, те, кто не подписаны, подписывайтесь. Также хочу сказать, что кроме всех тех ссылок, которые я использую в своих видео, под данным видео, как и всегда, будут также необходимые данные для оказания финансовой поддержки работе данного канала. На этом все, дорогие друзья, всегда ваш Сейдов Камран. До свидания. До свидания.